Здравствуйте! Я Абрашитов Ильхан. Являюсь служителем Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сегодня я хочу вам рассказать о великом поэте, классике, золотого века русской литературе Михаила Лермонта, который занимает одно из почетных мест в жизни российской поэзии, которым является современником великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Я расскажу вам, как его жизнь связана с Донской землей, а также в конце я прочту его стихотворение под названием «Нище». Жизнь Михаила Лермонта не связана с Носовской областью напрямую, но она все же имеет отношение к городу, через который поэт неоднократно проезжал, где он гостил и посещал вместе театр по дороге на Кавказ. Знамочеркасский Михаил Юрьевич бывал неоднократно по пути на Кавказ и обратно, но тракт, проходивший через столицу Дона, соединил Санкт-Петербург не только с северным Кавказом, но и за Кавказом. В детские годы маленький Миша трижды проезжал через Новочеркасск на Кавказские минеральные воды, куда его возила бабушка Елизавета Арсеньевна, который являлся уроженницей города Столыбин. А также стихотворение, которое я вам сейчас прочту под названием «Нище». У врат обители святой стоял просящий подаянный, Бедняк иссовший ты живой от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил и взорвивлял живую муку, И кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами горькими и тоскою, Так годы лучшие мои, обманутые навек тобой. Спасибо.